Срок действия вашей антивирусной защиты истек, пишет нам антивирус Макафе. Принять риск, отвечаю я ему. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Как проходит 17-й день месяца гордости у вас? Расскажите, пожалуйста. Вы горды? Я необыкновенно горд. Я чувствую себя чудесно. Самым прекрасным и гордым человеком. Лучший месяц в году, когда все бренды перекрашивают себя в радужные флаги, кроме представительств в России и на Ближнем Востоке. Я, кстати, не понимаю, у нас должен быть аналогичный логотип. Я напомню всем зрителям, что канал Disgusting Man это Safe Space. Вы можете писать все, что хотите. Главное, никого не обижать этим своей писаниной. Выглядеть, как вам больше всего нравится. Особенно в месяц гордости. До этого как-то все месяцем прайда назывался. А тут я прочитал новости для партнеров от Твича в регулярной рассылке. И выяснилось, что теперь есть официальный перевод. Месяц гордости. Ну что ж. Поздравляю всех причастных, как говорится. Мне очень жаль бренда реально, Петь. Мне очень жаль бренда в этом месяце. Потому что, знаешь, сидит какой-нибудь такой дегенерат-маркетолог в очередном каком-нибудь агентстве, у которого большой контракт, и думает, так, я буду поднимать вовлеченность июнь. Месяц гордости точно. Мы покрасим все в радужной флаге. И каждый раз такой, как однажды Жак звонарь городской сломал фонарь. Подождите. Не, подожди, подожди. С другой стороны, коронавирус. Каждый охотник желает знать. Да, да, да. С другой стороны, коронавирус. Ребята, в эти беспрецедентные времена наша компания позволяет вам оставаться рядом с близкими, даже несмотря на то, что вы разделены расстояниями. И тут происходит Джорд Флойд, Black Lives Matter. Все-таки ЛГБТ, COVID-19, Black Lives Matter, что делать? Согласен. И другие новости в еженедельном эфирном шоу «Просто Апокалипсис». Сегодня на ваших экранах на канале Disgusting Man четвертый по счету эфир турбо-пессимистичного шоу «Просто Апокалипсис». С нами в виртуальной студии Игорь Белкин. Меня зовут Петр Сальников. Возможно, чуть позже к нам присоединится Сергей Валерьевич Стилавин. У него проблемы с интернетом. Сегодня весь день. Мы на связи. И, по моей информации, к нему только едет бригада монтажников-высотников для того, чтобы все исправить. Не понос, так золотуха это называется. Так что ж. Сегодня мы обсудим, кроме месяца гордости, мы сегодня обсудим максимальные национальные конфликты в Европе, в Азии, в Азии, везде. Обсудим подземные, неожиданно найденные подземные строения сейсмологами, которые тоже, мне кажется, в них не живет ничто хорошее. Обсудим, конечно же, альтернативное прочтение Маянского календаря, по которому апокалипсис наступит в воскресенье, 21 июня. Июнь. Еее! Ура! Ну а также события в Сиэтле, перейдем к рубрике «Вот те крест». У нас есть три истории от наших зрителей про самоизоляцию, карантин, вирус и все остальное, что происходит вокруг. И закончим, разумеется, разрывнейшей рубрикой «Бог наказывает». В этот раз он наказывает особенно жестко, конечно. Ну что ж, и смешно, жестко и смешно. Который сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви. Я отвечу лишь одно, это жестко и смешно. Ну что ж, давайте двигаться. Европа. События в Европе. Ну что я могу сказать? Месяцы, так сказать, самоизоляции, карантина, а также современный хип-хоп довели людей до того, что у всех просто сорвало башню, и народ принялся просто месить друг друга, и в чем подруг упадется. Во-первых, конечно же, Дижон. Дижон. Казалось бы, да? Я когда увидел эту новость, такой типа, что? Такая французская. Где это происходит? В Дижоне? В местных газетах? Что мы знаем про Дижон вообще? Нет, в местных газетах главная новость. Сколько горчится? Главная новость в местных газетах, это обычно там, я не знаю, там, там, почтальон поскользнулся там на улице Дела Фонтена. И подвергнулся по-французски. Да, и местные жители в шоке, потому что он сказал слово «лопа». Кюль-де-сак. Вот. А тут выяснилось, что встретились, как говорится, два одиночества. Бэтмен против Супермена. Бэтмен против Супермена. Чеченская диаспора и, соответственно, Алжирская диаспора. Там историю... Кстати, насколько я понимаю, не только Алжирская, скорее североафриканские, я бы сказал, представители североафриканских народов в целом, я имею в виду. То есть, вся Африка приехала. Вся Африка приехала. Все приехали. Да, короче, битва, схватка двух Никодзун. Что случилось? В общем, в этом самом джинджоне есть чеченцы, есть алжирцы. Какие-то алжирцы наваляли люлей 16-летнему чеченцу. Чеченцы, большие взрослые, сказали, ай-яй-яй, нехорошо. Пойдемте сейчас объясним алжирцам, что они неправы. И пошли с использованием магнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В общем, в джинджоне натурально уже несколько дней. Сука, война происходит. То есть, там оттуда отличные витусы. Стреляют на улицу. Взрывы, перестрелка. Ну, то есть, такая нормальная кавказская свадьба. Вот. Причем, важно понимать, это не то, что в джинджоне так дофига теченцев. Это то, что туда, так сказать, по зову земляк съехались представители диаспор из Бельгии, из Германии, из других европейских стран. Так что, можно сказать, в джинджоне сейчас происходят не только военные действия, но и такой импровизированный слет, так сказать, чеченской эмиграции. Вот. Я считаю, это здорово, когда люди встречаются после многих лет разлуки. Они общаются. Лишь бы никто, как говорится, не погиб. Ну да, тут еще необходима небольшая ретроспектива на тему того, что, как мы понимаем, выходцы из Северной Африки это практически коренные жители уже некоторых регионов Франции. А в 90-х и начале нулевых к ним подселили беженцев с Кавказа, когда там был нехороший движ. И во Францию... Да. Прости, я добавлю то, что во Францию очень много народу ехало и из Африки по двум причинам. Первое, ну, понятное дело, это постколониальное наследие из бывших колоний. То же самое Алжир был, французский. Да, да, да. Во-вторых, это последствия Второй мировой в том числе, потому что очень много евреев бежали во Францию из Африки. Алжирских в том числе. Я не утверждаю, что это сейчас Алжирские евреи вместе с чеченцами, но тем не менее. Важно понимать, что все не так просто. Очень многие просто наблюдатели с российской стороны, зачем-то я читаю российские комментарии по этому поводу в Твиттере. С глазами, знаешь, с глазами хочется делать вот так. Либо наоборот туда. Вот такие, понаехали. Это кто еще туда понаехал, в общем-то, как говорится. Ну, в общем, как-то так. Вот на видео говорят довольно за себя ярко. А в Дижоне не скучно. Лишь бы не вернулись лихие 90-е. Но. Да. Франция это не единственная страна, где у людей сорвало днище, потому что на минувшей неделе днище сорвало также в Корее. Хотя, в принципе, оно там всегда сорвано. Оно было вообще там. Да. Северная Корея решила взорвать здание организации, которая занималась связями между Северной и Южной Кореей. Вот. Получилось это все довольно зрелищно и красиво. А мы картинку взрыва этого здания пустим в эфир? Возможно. Ну, ты рассказываешь. Возможно, пустим. Но, возможно, и нет. Да что рассказывать? Одни корейцы взорвали здание, в котором предлагалось смириться с другими корейцами. Вот. Они все это дело еще очень зрелищно сняли на видео. Вообще, знаешь, это похоже на какой-то там, знаешь, обрезки с монтажерского стола какого-нибудь фильмом Верховины из 97-го года, типа Старшим Трупперс. Было очень здорово. Ну, и, наконец, последнее. Это... Здорово! Сорвало днище в Китае с Индией, где в очередной раз, происходит не в первый раз, но в этот раз это как бы неделя такая, очень хорошо все легло, не поделили чего-то пограничники китайские и индийские. Вот. Но, казалось бы, 2020 год, у нас дроны, у нас там очки ночного видения, заходишь в колду, у тебя на автоматике 28 прицелов, и еще стикер... Орбитальные лазеры. Они гандошили друг друга камнями и железными брусьями. Старая школа. Old school, да. Причем, надо сказать, что китайские военнослужащие либо взяли числом твич не бань, вот, либо были, так сказать, лучше обучены искусству падения брусьями и камнями, потому что потери с индийской стороны были три человека убитыми, а китайцы, в общем-то, ушли с поля боя целыми и практически невредимы. Фетр... Ну, наконец-то. У нас есть два доната. Свободин Один пишет, что по нашей рекламе купил Писос. Это очень хорошая новость. Мы передадим ее куда надо. Маркер цитирует, продолжает цитировать Юрия Антонова. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Спасибо. Лев Тиграет пишет следующее. Стилавина спросите тоже. Обсуждая чехов и ажирцев в одном паблике, вспомнили Муцураева. Не одобряя разного рода экстремизм, песни цепляют и даже стал мемом в некоторых средах. Как вам творчество этого барда? Эй, шахид, они ушли и т.д. Не одобряя экстремизм, запятая, но. Но. Мне нравится. Но. Здесь, с этого не может начаться ничто хорошее. Я не Россия, но. Давайте посмотрим корейского взрыва, потому что что может быть? Потому что без видоса корейского взрыва как-то ой, как здорово. Вот у меня голова сейчас взорвется. Вот пишут нам, кстати говоря, в чате, что в конфликте, который ты последним упомянул, 22 индийца погибли и 43 китайца убиты и тяжело ранены. А, уже апдейтнули, потому что когда я смотрел изначальные сообщения, там был счет 3-0. Видимо, сервера пролагали, я не знаю, как бы. Ох, как красиво. Слушайте, ну. Ну, люди могут, там, не знаю, скончаться от травм и прочее. Это правда, да. Но, кстати, я должен сказать, что все-таки корейцы взрывают получше все-таки, чем чеченцы с алжирцами. Прям. Корейцы знают толк. Прям основательно. Основательно. Короче, я надеюсь, что на следующей неделе мы не увидим таких кадров из Дижона. Дорогие мои чеченцы. О, я-я-я, слушай, не, не дай бог, не дай бог. Хорошие мои алжирцы, все африканцы, северные, южные африканцы, пожалуйста, помиритесь. Слушай, 14-летний мальчик там получил. Там же еще такая история была, что алжирцы и их соплеменники, скажем так, я сейчас со всем уважением, они приторговывают во Франции известно чем, известно чем приторговывают. У меня был однажды кейс, о котором я редко рассказывал и, по-моему, ни разу не рассказывал на Твиче и точно ни разу не рассказывал в передаче. А почему ты ни разу не рассказывал, Петр? Может быть, стоит и сохранить тренд? Может быть, может быть. Ну, хотя ладно, давай. Я не буду этого делать, да. Потому что ради чего мы делаем это, если только не ради клевых историй. Так вот, гуляли мы как-то раз в Париже, не в Дижоне, и забрели под Эйфелеву башню, чтобы посмотреть, что там. А там несколько, несколько интересных людей, которые торгуют, знаете ли, не только брелками блестящими и этими лампочками, такими крутящимися на палочках, но и много чем еще. Так вот, эти персонажи, они в Дижоне очень сильно достали выходцев с Кавказа тем, что в домах, где те жили, они проводили обыски, подозревая, что вот пришлые люди, ну, я имею в виду, по времени, если соотносить то время, которое одни там живут и другие, они, значит, к ним относились как к пришлым людям и обыскивали их, потому что думали, что кто-то из них это полицейские под прикрытием. Ну, и чеченцев это утомило в какой-то момент. Они начали давать им отпор и дальше пошло-поехало. Так вот и случилось то, что теперь происходит. Так что, друзья, это хороший сюжет, где очень сложно определить, кто здесь хорошие парни, скажем так. Да, как, по-моему, на аргументах и фактах я читал. На аргументах и фактах все довольно-таки однобоко, потому что на фразе столкновение чеченцев с наркоторговцами, ну, братан. Не, я согласен, я согласен. Мне формулировка понравилась. Как разрешать этот конфликт пострадавших? То есть, ну, конфликт пострадавших. До конца не понимают ни в Дижоне, ни в Париже, а французы, проживающие в Дижоне, просто молятся, чтобы все три француза, которые там живут, просто молятся, чтобы враждующие диаспоры не переключились на них. Да, ребята, заканчивайте воевать. Братва, не стреляйте друг в друга. Серьезно, братва, не стреляйте друг в друга. 21-го. Евгений Кемеровский. Евгений Кемеровский. Вот надо заставить всех алджирцев и дижонских чеченцев послушать Евгений Кемеровского, я считаю. Они должны, я думаю, за одним столом сидеть, просто пить за круглом газированные воды, да, и петь эту песню, я считаю. Потому что на дворе черт знает что происходит, время неспокойное, 21-го июня возможно Армагеддон, как это? У нас возможно Армагеддон, у нас труп, возможно Армагеддон. И сейчас, конечно, до 21-го надо всем помириться резко. И корейцам, и индейцам, и китайцам, и чеченцам, с алжирцами. Никуда не годится. Для нас это тоже важно, потому что два выпуска подряд говорить про одно и то же, бра. Конечно, конечно. Дайте нам новое дерьмо, дайте нам вот, дайте нам что-нибудь новенькое, о чем поговорить. Давайте, давайте двигаться дальше, если вы не против, вы играли, вы как? Армагедр Алексеевич, я целиком вас поддерживаю. Смотрите, есть потрясающие силы новость, которая, казалось бы, ну, что тут такого? Между Маркизскими островами и Гавайями, это в Тихом океане все происходит, обнаружены обширные подземные строения неизвестного происхождения. Как это обнаружено? Вы думаете, ученые копали? Нет, они не копали. Существует такая группа ученых под названием, здесь такая профессия сейсмолог, это люди, которые изучают тектонические сдвиги. Сейсмолог, чат, не сейсмолог, а сейсмолог. Это тоже есть, она по-другому, да, FBI, вот это вот. Так вот, это чеченцы-алжирцы. Даже чеченская новость, я понял, да, да, Так вот, сейсмологи на глубине около трех тысяч километров между ядром земли и внешней мантией обнаружили невиданные до сели строения неизвестного происхождения. Ничего не поминает? У нас есть для самых маленьких картинка с строением земли. Для того, чтобы вы представляли себе, где находится ядро, где внешняя мантия, где внутренняя мантия, кора и все остальное, что там есть у этой планеты, которая скоро придет конец. Так вот, через специальный алгоритм есть научный труд, опубликованный в журнале Science. Вот вы видите на ваших экранах структуру планеты Земля. Так вот, в журнале Science вышел научный труд, но я там, что называется, в лучшем случае понимаю все слова по отдельности, но не понимаю, что они означают. Предлоги, предлоги понимают. Предлоги понимаю, запятые, да, я как-то вкуриваю знаки припинания, но не понимаю соли. Журнал Vice для нас сделал специальную выдержку, но и там тоже не все ясно, что называется. Если вкратце, как для маленьких, как я себе это объяснил, вот я сейчас вам тоже передам, и вам тоже, Игорь Валерьевич, не помешает. Значит, через специальный алгоритм под названием секвенсор, то есть здесь есть такая, тут есть еще там задействована схема вот этого машинного обучения, вот эти все дела. Эта вся история изначально использовалась для изучения того, что происходит в космосе, но они, значит, эту мощь перенаправили в недра. Значит, через этот алгоритм они прогнали около 7 тысяч сейсмограмм, то есть это данные, полученные сейсмографами о землетрясениях и тектонических сдвигах разной степени за что-то там вообще какие-то, ну, в общем, там фигурирует начало 20 века тире, вот там, 18 год. И сейсмограммы для чего нужны? Их изучают, чтобы получить хоть какое-то представление о том, что находится на недостижимой глубине в недрах земли. То есть здесь мы говорим не о том, что можно лопатой, там, не знаю, или специальным бурильным аппаратом, там, скважины, там, и так далее. А что, ну, серьезно, 3 тысячи километров вглубь. Что тебе нужно для того, что-то, что-то, каким образом спуститься и посмотреть? Невозможно. Так вот, значит, все схемы мы вам сейчас показали. И если для дурачков, я только так способен такие новости и тексты воспринимать, технология это напоминает сонар, только речь идет не про изучение водных глубин, а про изучение земных недр и не точечно, а глобально. То есть вот они взяли все данные за практически век и на этой дикой глубине в недрах обнаружили зоны, пожалуйста, можно еще раз зоны на экран, где сейсмические волны не рассеиваются, а начинают загуливать как эхо. Что говорит нам о том, что там есть что-то до такой степени крепкое и вместе с тем просторное, что позволяет этим волнам вот так вот себя вести. Что я могу вам сказать? Пока иные фантазеры ждут сюрпризов и гостей из других галактик или из других планет, существует ненулевая вероятность, что есть какие-то персонажи, которые живут вот там вот в глубине. Извините, у меня страшная аллергия, почему-то началась в середине июня. А пусть думают, что мы все нанюханные. Прошла весна, я такой, хух, а она тут-то была. Вот. Естественно, в первую очередь, я когда увидел этот заголовок, я думаю, о, игра Gears of War, да, мы все знаем. Да, 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 локус, ты сейчас полезу. Ну, конечно, что жили себе люди на какой-то там вымышленной планете, на далекой планете, которая очень сильно напоминает планету Земля. Планета Сера. Планета Сера. Были твои недра сладкие, как, ну да. И. Ну вот. Ум. Так вот. Работаем. И жили, жили себя жили, а потом, спустя много-много-много лет жизни на этой планете неожиданно из-под земли вылезла вооруженная и высокоразвитая крайне агрессивная цивилизация. Поэтому мы вот тут мусолим историю о том, что у нас, может, соседи тремя тысячами этажами ниже, вот, которые тоже такие, что-то грунт сегодня какой-то грязный. Может, там наверху есть кто? А мы не знаем. Не ходите по-помытому. Не ходите по-помытому. По-помытому не ходите, да, пожалуйста. В 2020 году вот это вот реально вот это последнее, что я хочу знать, честно говоря, вот такие вот чудесные открытия. что-то есть соседи в подвале, да? то есть это какой-то, знаешь, это даже не Гирсу Фор, это фильм Паразиты, понимаешь? Ты смотрел фильм Паразиты, Петр? Я, к сожалению, не смотрел его пока. Он у меня в списке. Вот. Тогда... Я вместо умного кино смотрю сериал Space Force, вот понимаешь? Тоже, тоже умное авторское кино. Ну, в любом случае, это реально какой-то фильм Паразиты, потому что если там кто-то правда есть, это... Блин, ну реально, ну не в этом году. Можно хотя бы через год дайте, пожалуйста, нам передохнуть. Ладно, поехали дальше. У нас 21-го числа. Скорее всего, все это про 3000 километров под землей совершенно не важно, потому что у нас тут прилетела обнова для винды, зачеркнуто, календаря мая, согласно которому конец света наступит через 4 дня 21-го июня. Ты в календарик посмотрел? Да, я календарь перевернул и 21-го июня, вот. Сейчас я сначала переведу вкратце на русский, что это означает. В общем, сколько я себя помню, сколько я читаю новостей еще с тех пор, как я был вот таким вот маленьким и играл в Принц-Персии на 286-м компьютере, попутно слушая радио Эхо Москвы. Каждые пару месяцев какой-нибудь очередной ган... Исследователь осуждаю на всякий случай. Так вот, какой-нибудь очередной исследователь говорил, что ребята, я короче открыл тут предсказание Нострадамуса и вот что на самом деле имел ввиду. Планете Земля настанут кранты 26-го июля 1999-го года. И до этого числа все сидят и дрочат, дрочат, дрочат. Вот конец света сейчас наступает 26-го июля. Знаете, Нострадамус имел ввиду не это. Я упустил вот это вот отступу мифам и легендам. Это на самом деле 2003-й год. Вот 2003-й год. И вот так вот повторяется, там находит какой-нибудь... обещал первое и последнее матерное слово. Находит какое-нибудь предсказание от Ванги, от еще кого-нибудь и каждый раз подгоняют вот называется научную базу под свой алкоголизм и так происходит и в этот раз. В общем, предполагалось, что кранты нам изначально настанут 8 лет назад, 21-го декабря. Но ученый по имени Пауло Тагалугуин Тагалогвин Тагалогвинов патриарх апокалипсологии в Твиттере правда указал на разницу в календаре то, что вот наши календаре и календаре это две большие разницы и на самом-то деле конец цвета будет 21-го июня. Затем он эти твиты сцикли его потек и теперь мы обсуждаем в среду вечером с Петром обсуждаем эту хреноту. Да, действительно, там есть такой момент ученый Тагалогвин он указал на то, что первое предположение делалось согласно юлианскому календарю а по нему мы до сих пор живем в 2012 году. Дело в том, что при переходе на календарь Григорианский который мы используем сейчас в течение уже 268 лет из года исчезли 11 дней потому что там продолжительность года была немножечко разная 365 и 25 и 365 и 26 что-то там 24 как в числе пи и вот если все эти цифры друг на друга умножить то получается 8 потерянных лет вот тебе и 2020 ну что я могу сказать очень ждем 8 потерянных лет это просто 27 про среднюю школу просто 8 потерянных лет так ну и наконец донат от Виктора Нечаева сижу на карантине с коронавирусом 30 мая ни шагу из квартиры не делал а сегодня утром пришел штраф за нарушение самоизоляции обидно скорее бы новую конституцию приняли все проблемы и невзгоды сразу как рукой с ними я поддерживаю Нечаев на балкон выходил выходил все в туалет плоти налог плоти налог и наконец да я выглядываю в окно и смотрю на запад вижу там исключительно синагогу но еще дальше на запад за синагогой которая возле моего дома находится чудесный штат Вашингтон хорошее место бывало там да штат штат Вашингтон а нет в штате Вашингтон я не был это же известная я был в дистрикт Коламбия да русскому человеку довольно сложно понять в этих улицах строителя в Америке можно запутаться есть Вашингтон который столица Соединенных Штатов Америки находится в округе Коламбия это возле Нью-Йорка ну короче восток страны а в шести часах делать абсолютно нехер если ты не политик в дивизион 2 поиграйте делать абсолютно нехер совершенно и на востоке США а вот на западе в шести часах лета находятся такие замечательные штаты как Калифорния и чуть повыше находится Вашингтон чем известен Вашингтон тем что там например находятся Майкрософты всякие Амазоны очень любимая вами компания Valve вот которая как и наше шоу умеют считать до двух в последнее время все понимаете о чем я вот моя любимая студия Банжи там находится а в 30 минутах езды от этого города Белловью про который я сейчас говорил находится город Сьеттл который подарил нам кучу замечательных музыкантов в общем-то музыкальную культуру на которой мы с Петром выросли грунге Курт Кобейн ружье в лицо и в этом замечательном городе Сьеттл с населением чуть меньше миллиона человек начался какой-то ад в чем заключается этот ад куча леваков анархистов коммунистов антифа и бог знает кого еще настолько возмутились движем который происходил в стране что они отхапали себе несколько кварталов в центре города и организовали такую Донецкую народную республику отдельно взятым Сьеттл в общем они выгнали всю полицию сказали теперь мы здесь власть вот и в общем-то дичайшая хер тебе в пасть и в общем дичайшая хер тебе в пасть совершенно верно в общем требовали у них как обычно бабить цветы дитям мороженое власть народу долой полицию короче мы сами себе полиция значит долой все плохое даешь все хорошее вот и в общем-то несколько кварталов в довольно-таки ну не самых бедных районах оказались под властью хер пойми кого вот местный раперок я сейчас не помню его имя организовал вооруженные отряды которые должны поддерживать безопасность в общем-то в этой зоне под названием ЧАЗ это называется Центральный Централ Хилл это район типа Айзи это автономная зона вот и местные жители очень забавно жалуются на происходящее в Твиттере то есть помнишь это я не расист но ну понятное дело что там сейчас происходит зоопарк то есть полный зоопарк то есть там типа в этот район съезжает вся молодежь там бухают потребляют сушат музыку до трех часов ночи и значит типичный пост на реддите от жителей вот этого ЧАЗа выглядит так ребята я тут купил квартиру за столько-то столько-то долларов или там плачу в неделю столько-то столько-то долларов я полностью поддерживаю ваши требования но не могли бы вы перестать слушать музыку до пяти утра я полностью поддерживаю ваши требования но не могли бы вы не тыкать мне в лицо автоматом когда я выхожу из дома и так далее и тому подобное на государственном уровне вокруг этого происходит полный зоопарк почему полиция ушла полицейское управление захвачено и там повесили вывеску типа там народное управление ну короче стандартный вот это вот ливасское шиза. Дональд Трамп, значит, у которого опять закончились таблетки в перерывах между написанием 250 твитов с обличением всех и вся, написал, что сейчас, короче, будет бомбить Воронеж. Губернатор штата Вашингтон сказал, хер, ты че бомбить будешь, рыжее чмо, не вздумай. Мне очень нравятся отношения у них вот между политиками. Для меня как для человека вот отстраненно очень, наблюдающего за тем, что происходит в российской политической сцене, скажем так, это просто непостижимые вещи. Да, но это абсолютный зоопарк не недопустимый, потому что то, какой стала публичная политика в Штатах с приходом Трампа, это ну это ниже дна, конечно. Но тот факт, что нету такого, да, Дональд Владимирович, конечно, как скажете, вы наш гарант, как бы, это здорово. Пишут в чате пару Абрамсов, пара БТР и нахер снести этот балаган. Вот сразу видно русского, сразу видно русского человека, понимаешь? Русского человека, которого почему-то очень волнуют, больше всего волнуют новости, которые в Америке, понимаешь? Да, понимаешь, в чем дело, в чем разница между Америкой и Россией? Здесь стараются ценить такую вещь, как человеческая жизнь. И когда куча левацких дурачков решили поиграть в потешное государство, нет ни единой причины все это сносить дело танками. Как и любой другой предыдущий протест, например, окупай Уолл-стрит и прочее, который тоже был на Рофлу лице таким образом устроен. Можно было бы ввести войска в центр Нью-Йорка и разночить все это? Конечно, можно было бы. А можно было бы просто выждать, когда все это дело развалится само собой. Так, собственно, произойдет и там. Я понимаю вот это вот желание, чтобы поскорее конница, танки, Вархаммер 40К, Инквизиция. Это люди. Это такие же люди, чувак, как и ты. Это молодые люди, которые просто придерживаются немножечко других взглядов. Они никого не убивают, никого не насилуют. Они просто делают по нашим меркам херню. Это не то, что должно караться смертной казнью. Это не значит, что я одобряю то, что там происходит. Просто подход танков бы туда и все, это очень ущербный и человекенненавистнический подход. Ты что-то в этой жизни делаешь не так. Ну, люди привыкли к некоторым вещам здесь. Пишут, что особенно полицейские там жизни человеческие ценят. Ну, друзья, если судить по экстремумам, то можно многие выводы сделать. На Руси тоже, знаете ли, долгое время была известная поговорка ходила увидела полицейского, перейдя на другую сторону улицы. Но она до сих пор, в общем-то, есть. Я так скажу, у людей почему-то такое требование, чтобы срочно все стало черным и белым. Ну да, да. Типа, чтобы жертва полицейского насилия был абсолютно святым, чтобы вот эти были только белые, вот эти были только черные. Чуваки, так не бывает. Мир, он серый. Он никогда не пует только хорошим, только плохим. И, собственно, надо эти полутона уметь разглядывать. Инистрация такой ерунды так совершенно точно. Добра всем. Тебе добра, тебе добра. Вот вам всем добра. Ну-ка, быстрее. Стрим любви. Стрим любви, понял? Едем дальше. Да, давайте медленно, но верно переходить к рубрике «Вот те крест». Напоминаю всем, что в этой рубрике мы показываем истории от наших зрителей, которые без стеснения и без какой-либо там цензуры извне, в отличие от нас, мы-то люди зацензуренные, рассказывают свои наблюдения по поводу того, что вокруг них происходит. Касается ли это карантина, касается ли это пандемии, касается ли это каких-либо беспорядков или еще чего-то, мы даем возможность всем высказаться и дико это как-то комментируем. Итак, история от Дмитрия в рубрике «Вот те крест». Пожалуйста. Ну да. Уважаемые отвратительные мужики, Сергей Валерьевич, меня зовут Шор, я повар, мне 25, я из Питера. Уже 3-4 года являюсь гражданином Израиля. У меня есть израильский паспорт. Нет, я его потерял несколько дней назад, то есть у меня нет израильского паспорта. Я оказался в Израиле 9 марта, прилетел, и через 7 часов закрылась граница. Прилетел-то я работать, чтобы перед летом так 3 месяца поработать, тут зарплата получше, чем в России, решил поработать. Рестораны закрылись через 3 дня. Ну я начал придумывать, что поделать. Ну, решил, вот пельмени буду лепить. У меня есть машинка такая специальная для пасты, буду лепить пельмени. Там для русских друзей, там какие-то израильтяне тоже брали, все такое. Вот. Потом как бы наступила затишье, потому что все, кто взяли, как бы все, кто хотели, уже взял, а другим, в общем-то, и не надо, или вообще не знают, что это такое. Ну и вот это затишье мне написал владелец лучшего русского бара в Иерусалиме, который работает уже 8 лет, и говорит мне, значит, слушай, я давно хочу открыть кухню. Все у него нету еды, как бы он говорит, я от блины только вот пек иногда, там типа с красной рыбой, тиры-пыры. Но кухни у меня нет. Давай ты ко мне придешь и будешь пельмени лепить. Ну я вот пришел, леплю пельмени. Вон у меня целая морозильность теперь пельменей. Вот в этих всех коробках. И в этой морозилке. И вон еще на столе вареники лежат. Опа. Вот, ну а так, да, так, в общем, с карантином тут такое дело было, что сначала были очень жесткие меры. Сначала, значит, не выходи из дома, надевай маску, если там даже, ну как бы идешь в аптеку, тебя проверят везде температуру таким специальным пистолетом. Вот. А дальше 500 метров уже можно было выходить из дома. И Израиль, считай, ну как бы являлся страной, которая чуть ли не лучше всех борется с короной. А дальше, да, дальше спустили вот все меры на нет, снизили общий порог безопасности, все начали вылезать на улицы, и пошла вторая волна. И много-много заболевших. Так что давайте, да, думать, соображать, быть внимательными и аккуратными. Всем железного здоровья. Спасибо, ребят, за такую передачу. Да и вас за все остальные. Вот такие пироги, друзья. Захотелось пельменей. Захотелось пельменей. Сначала уехал, а потом самому захотелось пельменей. Пельменей захотелось вообще люто. Я когда смотрел это видео накануне эфира, я такой, ух, сейчас пельмешей навернул. Ой, знаете ли, навернул. Знаешь, для меня это большая проблема сейчас пельмени, потому что у нас как в марте месяце все закрылось, к херам собачьим. Да, то есть открытыми рабочими оставались там полтора магазина на весь район. И самое ужасное то, что закрылся ближайший к моему дому магазин, где можно было добыть какой-нибудь русской хавки. То есть, знаешь, когда вот захотелось навернуть какого-нибудь такого, ну, знаешь, лубочка немножко. Да, да, то есть, типа, там, жрешь обычную еду, как бы все нормально, а потом, знаешь, просыпаешься, в ней такой прекрасный день, такой. Вот бы сейчас чебурека, да? Как же хочется балтики девятки и сухариков емели. Понимаете, да? Вот такой вот прям березку обнять, блевануть там вот это все. Вот. Вместо этого ты идешь как бы и покупаешь пельмени, конечно же. Так вот, и пельмени было купить совершенно негде, вот. и буквально три недели назад у нас начало потихонечку, постепенно переоткрываться все и вся, вот, и открылся русский магазин, и первое, что было сделано, это было закуплено просто промышленных масштабах пельменей, и несколько суток мы их жрали, потому что наконец-то дорвались. Хочешь пельмени опять? Я пельмени очень уважаю. Я вообще, знаете ли, любитель концертов теста с мясом. У меня сегодня на ужин лазанья, например. Я сегодня узнал, что это имеет косвенное отношение к нашему шоу, что в Италии в чумные времена лазанья называлась в том числе как это, ну, публичная могила. слой земли, слой людей, слой земли, слой людей, лазанья. Ла-ла-ла лазанья! Что бы могло называться пельменями интересно такие времена. Вареники с зеленым лучком и шкварками. Вот это класс, пишет нам. Я, к сожалению, затрудняюсь. У меня такие блики на экране, что просто я уже сам ослеп. Ролах-32. Да, братская могила. Ну, братская могила это все-таки, когда речь идет о воинском захоронении. Я поэтому и осекся. А это все-таки да. Петр, мы говорили о пельменях. Блин, куда ты свернул нашу беседу? Что ты за человек? Ну, тесто с мясом, лазанья, могила. Ну, просто апокалипсис. Все на булочке с кунжутом, только так. Монты с мясом и картошкой. Куда дели Стилавина? Друзья, никуда не дели Стилавина. Съели. Съели Стилавина. Съели. С лучком и капустой съели. Да, 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 да. И пивасиком запили. Нет, на самом деле у Сергея проблемы с интернетом. Он сегодня предупредил об этом в середине дня. И говорил, что даже на утреннем эфире, на радиомаяк у него были проблемы. К сожалению, к моменту старта шоу к нему только ехали люди чинить интернет. Живет он в данный момент не в Москве, далеко от города, сравнительно далеко от города, в деревенской очаровательной глуши. Поэтому это несколько проблематично. В принципе, то, что там есть интернет, большое чудо. А теперь-то его еще и чинить нужно. Вот. Поэтому у нас предусмотрен механизм врыва посреди эфира. На всякий случай, если вдруг у Сергея Валерьевича получится все починить. Но если нет, то нет. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. У нас есть история от Антона Глебова. Совершенно потрясающие силы. Пожалуйста, давайте ее посмотрим. Приветствую, Петр, Сергей, Игорь и все зрители этого прекрасного шоу «Просто Покалипсис». Меня зовут Антон. Это Кекс. Вещаем мы из внезапно солнечного Смоленска. Вот он какой красивый нынче. Цветет, пахнет. Не очень вкусно, правда. У нас тут все как обычно, как у всех. Люди гуляют толпами с детьми, масок не носят, дистанции не соблюдают. Совершенное безобразие. Как с этим жить? В этих довольно специфических экстремальных, я бы сказал, условиях я все же решился на то, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Случилось это буквально несколько дней назад. Как-то все-таки надеюсь, что успеется провести церемонию какую-нибудь. Заключить наш союз до того, как миру настанет пизда. А тетушка моя, например, и по совместительству крестная, как и многие жители нашей прекрасной страны, не верила в чудодейственные способности COVID-19. Хотя у жизни довольно специфическое чувство юмора, поэтому только что ее госпитализировали с двухсторонней пневмонией, вызванной всем прекрасно понимаем, чем. как-то так, вот тебе крест, вот тебе крест. Не знаю, что делать. Условия такие, что знаете, как говорят про Великую Отечественную войну иногда, то, что нет такой семьи в России, которую бы это событие не коснулось. Вот мне кажется, что с этой херней будет подобная тема. Стремно. Ужас, как стремно. Давайте будем держаться, давайте будем терпеть. Ребята, берегите себя, берегите, пожалуйста, свое здоровье. Не пренебрегайте средствами защиты. Это очень, очень тяжелые времена. Хе-хей! в одном туре с брендом Козел. Звука нет, звука нет, пишет. Нет звука, говорят. Мммм. Да, говорят, уже все есть. Классно. Все есть. Давай еще раз, Петр, давай. Спрашиваю, бывал ли ты в Осмоленске когда-нибудь? Как и полтора минуты назад? Нет, нет. Да, так вот, а я бывал два, по-моему, раза, и первый раз это было вместе с брендом Козел. Мы проводили с Виктором Зуевым пивной тур и ехали из Вельки Поповицы в Москву, в том числе через Смоленск. А второй раз мы там выступали в ноябре с группой в туре и проезжали, соответственно, Смоленск и тоже там выступали в замечательном месте под названием Бардак. Угадай, каким образом скаломбурена вывеска. Рояль в стразах, вот это все. Самая утка, утка, что ли? Ну да, естественно. В Смоленске есть потрясающие силы, достопримечательность ехать, где срать, в формате лося, если я не ошибаюсь, кажется, это лось или олень, и у него огромные бронзовые яйца. Вот знаешь, ну, ты, может быть, помнишь все еще, на станции метро Площадь Революции в Москве собаки такие сидят. Да, там им носик все время еще. Вот у них стертые носы, потому что их там вроде как на удачу проходящие мимо люди, особенно студенты, которые учатся там в историко-архивном институте, там еще неподалеку МГУ, психфак и журфак, в общем, там есть где развернуться людям двоечникам, двоечники, идущие мимо, они трогают... Нет, двоечники на соцфаке, на соцфаке все-таки. Собачкам, чтобы третья пересдача таки удалась. И вот, значит, натертые носы у собак, и у этого лося, то ли лося, то ли оленя, я уже, к сожалению, не помню наверняка, такие же натертые яйца. Понимаешь? Понимаешь? Понимаю. Он весь такой темный. Он весь такой темный, а они у него такие все практически золотые. Вот. Что здесь можно сказать? Что здесь можно сказать по поводу Антона Глебова? Мне интересно, на самом деле, сколько раз в жизни его называли Глебом? Да много, я думаю. Много. Здесь общий знакомый Максим Мишин, его Мишей называют постоянно. Да, здесь есть, конечно, печальная новость про тетушку, но это вот какая-то такая история про то, что, да, отрицающие через некоторое время довольно стремительно оказываются пациентами клиник. Воздоровление скорейшего, конечно же, тетушки, и это своеобразное напоминание всем, кто нас смотрит и слушает, что, друзья, не надо финтифлюшничать и юлить. Дело серьезное. Если вы не верите и там что-то там, не боитесь чего-то, подумайте хотя бы о других. И, конечно же, желаем, чтобы состоялось процесс бракосочетания. Многие, знаете ли, люди, вот у меня в ленте в фейсбуке, например, собирались пожениться весной, летом. Это же вообще сезон свадеб. Ты представляешься, какой крах потерпел карман фотографов и видеографов свадебных? Так может, и слава богу, может, природа очистится наконец-то. Немножко цинично с нашей стороны так говорить, Игорь Валерьевич. С моей свадьбы прошло 10 лет, я до сих пор помню, я сейчас скажу второе матерное, как же заебали эти гниды звонить, предлагать фотосессию в конях, в яблоках, хотите лимузин, короче, вы выходите такой о цветочке, ангелочков, можем потоколить сделать очень красиво. Дворец Бракс Бракс Сочетание сдал твой номер? Конечно, конечно. Не, ну хуже, я могу сказать, хуже только в роддоме, когда ты ждешь уже, чтобы эвакуировать своих из этого места, а вокруг тебя пляшет несколько операторов, ну давайте, давайте, что, качественные фотографии не нужны? Я был в роддоме, собственно говоря, в американском, там единственное, что произошло из такого, это подошел ко мне хирург и сказал, ой, чувак, ты русский, смотри, у меня какой мотоцикл есть, и показывает у него фотографию мотоцикла Урал, и мы с ним говорили про мотоциклы, вот это, пожалуй, единственное было не связанное непосредственно с родами коммуникации, которым у него была за все это время там. Про мотоциклы и другую колесную технику давайте послушаем следующую историю от Юрия Алехина, самая, наверное, необычная из всех, я имею в виду с точки зрения сеттинга, в первую очередь, не содержание, потому что мы имеем здесь дело в нашей третьей, финальной, в рубрике «Вот те крест истории», мы имеем дело с сельхозработами. Пожалуйста, на экране история от Юрия Алехина. Здравствуйте. Хочу рассказать, как проходит карантин, да и весь апокалипсис в нашем Алтайском крае, конкретно у людей, которые работают в обслуживании сельхозтехники. Как видите, сам я на работе нахожусь, тут кое-что делаю для тракторов, и скажу вам, что даже когда был карантин жесткий, когда ограничения кругом вводились, сельское хозяйство работало, как работает. Ведь жрать-то что-то надо, даже после конца света. И не заметили тут ни карантина, ни каких-то бед. Так и живем. Да? Можем? Классно. Ты обратил внимание, какие охренительные бороды двух последних чуваков? Да, вот у нас Marker Sounds пишет, это все трансгендеры, у них бороду отрастить за счастье. Интересная логика, месяц гордости, отмечаем. Ну что ж, трактор пишет знакомый Fafnir 1988, интересно, да, я вот в детстве катался на тракторе Беларусь, беларусь. Так вот, друзья, видите как, ну, в целом, это ни для кого не сюрприз, что, конечно же, зависит от отрасли, кто работал в офисе, тот отправился на удаленку, кто работал, так сказать, в поле или в колхозе или где-то, тот продолжил, потому что, ну, а как по-другому? Действительно, вот человек вам сказал, что если прекратится техническое обслуживание аграрного сектора, то жрать будет нечего скоро, понимаете? Поэтому... У нас эта проблема решена как разделением людей на типа essential и не essential workers, то есть, условно говоря, там, Карина Ноготочки отправляется домой, да, а условно говоря, Вася, без которого трактор, который собирает урожай, не поедет, он отправляется чинить трактор, потому что без ноготочков прожить мы можем, а без еды нет. Так что, по-моему, все нормально, все правильно. Здоровье и крепчайших нервов людям, которые вынуждены в период неспокойный вот этот вот работать и впахивать, в том числе, знаете ли, буквально для того, чтобы иные люди имели вообще право жаловаться на то, что магазин с русскими продуктами закрыли. Да. Абсолютно. Друзья, мы медленно двигаемся к финалу, у нас осталась сегодня последняя рубрика, и это, конечно же, замечательная, любимая многими рубрика Бог наказывает. Очень популярная в кругу меня и Петра. очень популярная среди, да вообще, здесь мы показываем о том, как незамедлительно, знаете, то, что в соцсетях называется, или когда-то называлось инстант карма, когда незамедлительно какому-то бузатеру и возмутителю спокойствия незамедлительно прилетает от мироздания. Но перед тем, как мы ее посмотрим, у нас есть еще один донат от Виктора Нечаева, которому, кстати говоря, мы также, естественно, желаем максимально быстрого выздоровления и крепчайшего здоровья. Смотрите-ка, 12 июня у его жены Валентины был день рождения, а мы не поздравили, а на дворе уже 17-я Валентина с прошедшим, с прошедшим, конечно же, замечательно отпраздновали в заперти, пишет. У меня есть отдельное поздравление. Пожалуйста. Поздравляю Счастья Тебе Желаю Лично Тебя Не знаю Но Поздравляю С Днем Рождения Твоим Так тебя никто никогда в жизни не поздравлял, поздравляю с Днем Рождения Ура Ну что ж, Бог наказывает, давайте. Бог сейчас накажет меня. Сейчас мне кажется, она пела на Белкину что-то упадет. Погнали! Ты водку там пьешь? Ну да, русскую. Мы уже в эфире. Там уже всех такая звук. Заставка 5 секунд, я думаю, мы посмотрим сразу видео. Звук Давайте сразу видео смотреть. Что здесь, какие здесь могут быть прелюди. Потрясающей силой видео про храброго мотоциклишку, который сумел постоять за себя и подключил к этому движу. Вы видели вообще, что происходит? Вы вообще видели? То есть человек посмотрел, есть ли сзади него. Он намеренно его столкнулся. И теперь внимание. Бэтмен. И тут подключаются другие участники движения. Йоу. Угу. Если что, насилие это плохо. Мы, конечно же, не одобряем. Но еще менее мы одобряем такое гандонское поведение на дорогах. полное, полностью. Вообще согласен. Мне нравится единодушие, которое вот у людей возникло в этот момент. То есть обычно же как происходит? Я думаю, что водитель Нивы, он рассчитывал на то, что все точно так же, как и он, не любят мотоциклистов. А тут, понимаешь, что? Не тут-то было, называется. Знаешь, вот сейчас вот, когда чувак оказывается на земле, должна быть такой, знаешь, черно-белый экран, замедление, вы погибли. Угу, реально. Он чуть под другую машину его не кинул. Да, согласен. Как доставить в дороге. Очень нравится, что сейчас на скрине Твиттера актуальные темы двоеточие Россия и куча иероглифов. Твитов 155 тысяч. Что? Ну, может быть, это связано как-то с кей-попом или не знаю с чем еще. Ну, хрен знает. Мы не знаем. Мы не знаем. Бастер, потрачен. Чат, вы знаете, вы знаете, что это за, что значит эти иероглифы? Вот Рус Рус Уртел пишет, какая-то хренота, нафига Нива остановилась, если он это специально сделал? Я думаю, идея была в том, что он сейчас остановится и наваляет этого мотоциклиста. Дополнительно, типа. Да, но тут вы проиграли матч. слушай, сам мотоциклист еще на него напал с такой яростью, что... Ну, я вообще не ожидал, что чувак после того, как так навернется, сможет настолько быстро, ну, типа, такой, прям, знаешь, кратас такой. Та-да-да. Прямо. да-да-да-да. Джон Маклейн. Там написано, пишут в чате, написано, проголосуют за поправки конституции по-корейски. Угу. Может, и подпись по-корейски Гном Гномыч. Понимаю. Мотоциклисту валять в защите совершенно бесполезно, пишет Маркер Саунс. Даже бейсбольные биты не пробьешь. Ну да. Такой опыт, опыт болезненный просто сквозит в этих словах. Ну что, Петр Алексеевич, остался ли у нас еще премиальный контент для уважаемых отвратительных господ? По моей информации, премиальный контент закончился. А по вашей? По моей информации тоже. Я хотел бы сейчас пару секунд поговорить про офигенные теории, которые выдвигались в чате. Просто пока шел эфир, я читаю, я вижу все, что вы пишете. Угу. Вот. Должен, во-первых, сказать, что, конечно же, чат на Твиче и чат на Ютьюбе это две большие разницы. Господи, почему нельзя было сразу здесь это эфирица Петр? Нету... Есть причины. Я понимаю, я понимаю. Ну, either way. В общем, хотел сказать большое спасибо чату за то, что все такие меняемые няши. Это приятный для меня сюрприз. Это первое. Второе. Потрясающие теории относительно того, что на прошлом эфире не было меня, на этом нету Стилавина. Поругались? Не поделили чего? Деньги? Меня не поделили. Женщину? Власть? Вот. Да? Как бы, на самом деле, все гораздо проще. Прошлый эфир, я Петра предупредил, что, скорее всего, я просплю и буду не в форме, поэтому либо эфирь без меня, либо эфира не будет. Проснулся, был уверен, что эфир уже закончился, полез стримить, и тут выясняется, что просто покалепсис идет, и я такой. Вот. А в этот раз, как Петр уже говорил не раз за этот эфир, Сергею Валерьевичу, так сказать, отключили интернет, а за неуплату талоны закончились. Сейчас доктор едет сквозь снежную равнину, порошок целебный. С терминалом. Да, с терминалом оплаты, вот, так сказать, и с бланком с замедленной температурой, вот, и видит, так сказать, Иешуа Ганоцри, что на следующей неделе, если 21 числа все это не закончится, я имею в виду, вот это вот все, вот это все, на следующей неделе мы встретимся в этой виртуальной студии втроем. Как полагается. А может быть, Петр прогуляет на следующей неделе, не знаю, посмотрим. Я, знаешь, я вообще вам, говнюкам, завидую, что у меня не отключается интернет, у меня, значит, не происходит никаких вот таких вещей, вот, я все время, значит, не прогуливаю, да, и вы этим, суки, пользуетесь. Вот это давно известный факт. Петр, мы проверяем тебя, мы проверяем, насколько ты тверд, насколько чугунна твоя жопа, и жопа твоя достаточно чугунна, поэтому это шоу живо, живет и будет жить. Короче, просто апокалипсис АЕ, пока не хочется свет, да будет свет. Вот клуб Квадранов на этом закачивает работу. Да-да-да, пишет, чтоб ты не гнал на сергунца, а то и в Пиндосе тебя достанет. Ну да. Квадрат, пыль глотать, заебешься. Да-да-да-да-да. Хэппи Хэтчет пишет, что помнит тот судьбоносный стрим по настольному Фоллауту, когда Петр в духе голливудских блокбастеров успел остановить Белкина плохого слова, кстати, это было очень смешно. Я согласен. О-о-о, бло-ло-ло-ло-ло. Слушай, да, да. Слушай, кстати, было офигенно. Да, было отлично. В Германии сенсационный отчет по ковиду. От борьбы погибло больше, чем от самого ковида. Недавно была еще мрачная новость похожего характера. Я уже не помню, к сожалению, где, где-то в центральной России, по-моему происходило дело отдыхали люди возле речки с непроизносимым названием я могу сейчас просто чтобы закончить на настоящем мраке это вот к слову к слову о том что от борьбы погибло больше людей чем от от вольной или классической борьбы спрашивают в чате от вольной или классической борьбы от греко-римской борьбы с коронавирусом четверо россиян пытались спасти тонущую девочку и погибли понимаешь вот это вот это такая хтоня это кошмар но девочку к счастью спасли вот да да девочку спасли но нет и трое мужчин река он он забрала река он он в анонском районе забайкальского края я плохо представляю себе ну то есть я примерно представляю себе где это но реку о реке он он я узнал из этой новости вот вчера трое мужчин утонули и одна женщина тело которое до сих пор не обнаружено поэтому да будьте осторожны особенно если вы в эти деньки я уже вижу я уже вижу эти твиты это просто я ни в коем случае сейчас не собираюсь не издеваться не как-то иронизировать что здесь что здесь как здесь шутить да и надо ли я вижу просто твиты разных людей их купаюсь голая в оке купаюсь голой в москве там ну и так далее там подобное пожалуйста будьте осторожны и потрудитесь снять с себя цепочки кулончики и все остальное перед тем как нырять если вы намерены нырять потому что известный случай цепляния цепочек за какие-нибудь подводные коряги я сам так чуть не выпилился я с тех пор креста в общем-то не ношу потому что я реально зацепился под водой я должен сказать что паническая атака которую ты в этот момент ловишь конечно когда ты хочешь вынырнуть и не получается потому что это прям 12 из 10 не рекомендую слушай петь а у меня единственное предложение давай мы не будем на такой адской их тоне заканчивать потому что реально хочется пойти и надеть цепочку надеть цепочку потолще как бы гирю потяжелее да и сигануть воду это связано на самом деле примерно со всем что мы обсуждали все это время история довольно широко известная потому что ну про нее говорили все но среднеуральск я думаю ты понимаешь чем сейчас пойдет речь в связи с коронавирусной инфекцией как известно были ограничения на церковные службы потому что ну наверное это плохая идея когда у тебя есть очень заразная зараза собираться в многером в запертом помещении и просить боженьку чтоб ты не заразился не работает это так вот и так вот что случилось опальный отец Сергий захватил монастырь сегодняуральский и выставил казачьи патрули по периметру то есть такой мини-сетал на самом деле получается вот он сверг настоятельства женского монастыря и в общем-то и захватился женщин ну нет женщин не то чтобы захватили вот казаки там вообще-то известны уже тем что они бузили и раньше они в девятнадцатом году мешали автогонщик уезжать на трассу это происходит все в болтыми в общем это какой-то очень интересный так сказать случай я очень рад что никто не предлагает туда ввести войска танки и армию и я впервые кажется на моей памяти вижу чтобы в церковной среде происходил вот такой вот реально захват захват просто монастыря ну в целом же надо надо понимать что священные сооружения они же отчасти не все да но отчасти они исторически предназначены в том числе для того чтобы там изолироваться и держать там оборону и там не знаю там монастыри которые стояли по пути к москве они в случае приближения врага зажигали специальные огни сигнальные для того чтобы следующий монастырь увидел зажег следующий монастырь увидел зажег и так весточка быстренько дошла до этой самой вот поэтому в целом да плюс еще подсказывают напоминают что заложники есть хоккеист и комик но хома так вот один момент довольно забавный который подчеркивает ну довольно таки абсурдность вообще происходящего и некоторых религиозных организаций как структуры вот этому опальному священнику ему запретили служение в связи с тем что он ну в общем-то попал в опалу и архиерей правящий запретил ему в общем-то служить и местная епархия объявила таинства совершенные сергием незаконными и внимание недействительными ага то есть если исповедовался там то короче не счетово причастился не считается помолился не зачтено иисус не слышит запрещено отказано друзья на этом давайте сворачиваться увидимся с вами в следующую среду говорят будет выходной на Руси в этот момент что не день то выходной то день России отмечают то еще чего а когда парад то там ждем тоже да ждем новостей с парада а через неделю ровно да 24 же да причем ветеранам разрешили приходить на парад без масок я думаю надо еще разрешить стоять под стрелу и заплывать с звуки потому что гулять так гулять на дорожку у нас еще один донат от просто сотрудника BioWare здорово мужики якобы город бесов сам тут живу по вашей наводке прохожу в Stigion спасибо пожалуйста и вам спасибо просто сотрудник BioWare весело было друзья рекомендуем чеченцам помириться с алжирцами ученым не лезть в недра земли между мантией и ядром не надо не надо туда влезать и календарь мая рекомендую больше не трогать если 21 числа вот официально если 21 числа опять ничего не будет я считаю что календарь мая надо запретить упоминать в соцсетях и где бы то ни было вообще в Сиэтле рекомендую тоже всем помириться и продолжать писать гранж на грустной волне перестать слушать херовый рэп по ночам перестать слушать и по утрам тоже перестаньте просто перестать всем всем кто прислал истории в рубрику вот те крест огромное спасибо и респект не болейте выздоравливайте если вы хотите чтобы ваша история прогремела сенсационным образом в эфире нашего шоу просто апокалипсис пожалуйста присылайте видео желательно записанное не в вертикальном а в горизонтальном формате обратите внимание кстати мужчина сегодня не было ни одного вертикального видео а до этого прямо было много потому что Сергей Валерьевич в прошлый раз сказал перестать снимать так снимайте так присылайте значит лучше на минутку чтобы так сказать не утомлять ни себя съемками ни других просмоток снимите нам тикток снимите нам тикток но не вертикальный а горизонтальный пришлите на почту editor собака disgustingman.com я думаю этот адрес легко запомнить с любой пометкой в теме для того чтобы было очевидно что там нас ждет а мы посмотрим и после не самой строгой но какой-никакой премодерации впустим вас в наш горячий эфир в следующий раз уверен и надеюсь уповаю на то что увидимся с вами в полном составе вместе с Сергеем Стилавиным аллилуйя пока давай до свидания вместе с гордостью до свидания до свидания Продолжение следует...